Друзья, всем привет, добро пожаловать на канал у меня в Канаде И в этом видео я хотел бы поделиться с вами покупкой моего первого И да, друзья, вот она перед вами, Honda Civic за 1000 долларов Это, к слову, скажу, что это самая популярная модель в Канаде Вы абсолютно везде встретите этот автомобиль Именно модель Civic, это самая продаваемая автомобиль на БУ рынке И вы просто будете сталкиваться с ней повседневно На каждом светофоре вы можете встретить, на каждой парковке Я не знаю, просто везде вас будет окружать этот автомобиль В любых модификациях и в любых годах Как я уже сказал, купил ее за 1000 долларов Кстати, где вы можете искать автомобили, это Facebook Marketplace Собственно говоря, где и мы нашли этот автомобиль И также еще второе приложение, подскажу вам, это AutoTrader Я, наверное, ссылочку на него оставлю в описании, чтобы было удобно его найти Итак, покупка была 1000 долларов Но плюсом я уже сюда вложил некоторые средства, некоторые деньги Потому как после покупки я решил поменять масло Фильтра в воздушный, масляный Также, ребята, у меня есть здесь список Еще, к слову, скажу то, что все работы, которые я делал с автомобилем, ребята Я делал самостоятельно Соответственно, те суммы, которые я вам буду называть Это только лишь за материал Итак, масло, фильтры воздушные и масляные 80 долларов Провод, AUX и переходник 25 долларов Так как здесь магнитола с AUX, у меня не было провода, шнура Я люблю слушать музыку, поэтому буду слушать ее с телефона Поэтому я купил проводничок Итак, далее, резина с дисками Это, кстати, была самая дорогая покупка на этот автомобиль Я, опять-таки, купил резину с дисками бэушную На фейсбуке, на шоу, на маркетплейсе всего за 200 долларов Это 4 резины на железных дисках Купил и самостоятельно обул автомобиль К слову, скажу то, что стоимость переобувки автомобиля в Канаде примерно в районе 80-100 долларов То есть, самостоятельный переобув сэкономил 80 долларов Ключи, ребята, ключи от автомобиля Точнее, ключи от замка водительской двери У меня не работал замок, он не закрывал и не открывал автомобиль Соответственно, я мог открывать только с другой стороны Это очень было неудобно Соответственно, я искал ключи с замком И, к сожалению, нашел только за 170 долларов Это мне обошелся замок с ключами И поменял я это все дело самостоятельно Кстати, ждал я замок 4 дня И, к сожалению, мне пришлось заказать только лишь на официальном дилере Honda Так как не в других магазинах и на разборках я этого не нашел Далее, лампочка в салоне 10 баксов И помпа стеклоочистителя, ребята, 25 баксов И всего затрачено на этот автомобиль у меня вышла сумма в 510 долларов Это только, как я уже сказал, за материал 1000 долларов машина, 500 долларов материал Много или мало решать вам Но я считаю то, что это абсолютно небольшая сумма за этот автомобиль Почему, опять-таки, выбор был именно этого автомобиля Потому что в Канаде он считается на самом деле надежный Здесь очень надежный двигатель Здесь неплохая коробка, которая отхаживает по 200-300 тысяч пробегов И все с ними нормально К слову скажу, что здесь на автомобиле 312 тысяч километров Я уже намотал 1500 километров Пробеги у меня большие Потому как я сейчас каждый день отвожу свою жену на работу Потом еду на свою И по вечеру, опять-таки, когда я заканчиваю Еду, забираю жену с работы И мы приезжаем домой То есть у меня очень большие пробеги То есть примерно в день только лишь на работу и с работой И у меня занимает 70-80 километров пробега Пробега, если мы говорим за супермаркеты вечером Приехать еще в супермаркет Это еще плюс 10-20 километров Соответственно, вот и сами считайте То есть 90 километров в день В неделю это практически 500 За месяц это, ребята, 2000 километров Да, много пробегов Но это на данный момент пока Юля сдает на права И в будущем она научится водить И купим ей автомобиль По нюансам Так как вы видели, ребята, здесь есть нюансы по автомобилю Скажу так, что они меня абсолютно не волнуют То есть это у нас есть удар Не удар, а щас по правой стороне вы видели Также у меня шпаклевка на заднем бампере Здесь есть сколы Здесь есть щасы на переднем бампере И что-то еще, что-то еще Что есть? Ну, какие-то вмятинки, царапинки Это, естественно, понятное дело Машина, кстати, 2004 года Я об этом не сказал С пробегом 312 тысяч Поэтому что от нее ожидать? Естественно, она так выглядит И это, собственно, был повод к торгу Так как я сказал Я находил этот автомобиль на маркетплейсе За 2500 долларов этот автомобиль стоял Я его забрал за 1000 Потому как человек, тот, который продавал Понимал прекрасно, что заниматься этим автомобилем И реконструировать, реставрировать его никто не будет Это просто большие вложения И если это делать То стоимость автомобиля будет Точнее, стоимость работ будет выше стоимости этого автомобиля Поэтому это бессмысленно И, собственно говоря, он мне отдал Я всего-навсего за 1000 долларов Еще, ребята, скажу о том Что здесь реально можно очень хорошо торговаться Если вы покупаете какой-то БУ-шный товар Допустим, это может быть автомобиль Или что угодно на самом деле Такая же покупка была, как резина Не бойтесь предлагать сумму намного меньше Чем стоит заявлено К слову, этот автомобиль 2500 Я предложил сначала полторы Потом мне отдали его за 1000 Опять-таки, почему? Потому как человек купил уже новый автомобиль Ему уже не нужен был этот автомобиль Просто занимал у него место и время Плюс, не забывайте, что за каждую машину Они платят страховку И, соответственно, тянет каждый месяц страховку И об этом сейчас я вам тоже расскажу Сколько стоило поставить, купить эти номера И сколько обошлась у меня страховка на автомобиле По деньгам, сколько стоит оформление автомобиля поставить номера? Я заплатил 125 долларов для того, чтобы получить номера Но такой момент, ребята, что вы не можете получить номера на автомобиль Не сделав страхование То есть, непосредственно даже в этом же месте Где вы будете получать свои номера Кстати, получать номера и регистрировать автомобиль Вы можете в любой insurance company В любой страховой компании То есть, приезжаете в абсолютно любую страховую И говорите, я хочу зарегистрировать мой автомобиль Они вам регистрируют, они вам выдают номера Вы платите за них, как я уже сказал, 125 долларов И сверху вы обязательно должны сделать страховку И вот, ребята, страховка будет напрямую зависеть от ваших прав Если у вас права украинского образца Страховка будет в два раза больше Имейте это в виду Скажу цифры, какие были, какие назвали мне С моими украинскими правами Изначально мне посчитали на этот автомобиль Страховку в 300 долларов Я сказал, что я пока подожду, пока я не сдам на права И не получу права Канады, Британской Колумбии Соответственно, я сдал экзамен Я получил свои права И потом я пришел еще раз в эту insurance company И мне там назвали уже сумму в 120 долларов То есть, вы понимаете, это в два раза меньше Даже больше Поэтому права получать в Канаде очень-очень важно И сделайте как можно быстрее Для того, чтобы, собственно говоря, даже экономить на страховой каждый месяц Ребята, также у меня есть идея создания Facebook-группы по продаже автомобилей Я хотел бы, так сказать, помочь от себя Новоприбывшим людям Либо людям, которые планируют только лишь приезжать Находить автомобили Знаю, очень многие сейчас украинцы приезжают И в поисках автомобилей И я как-то от своей стороны хотел бы помочь таким людям Своим землякам в поиске автомобилей Поэтому, собственно говоря, я прикреплю ссылку на Facebook в описании Можете туда заходить Я постараюсь ее вести каждый день Выставлять вам варианты автомобилей ниже 5000 долларов Я считаю, что это самая оптимальная сумма для того, чтобы начать в Канаде Хороший старт И не вижу смысла, на самом деле, на данный момент на старте тратить по 10 тысяч долларов на автомобиль Конечно, если они у кого-то есть Могут себе позволить Это круто Но в основном то, что я на данный момент вижу И вижу людей, статистику То, что в основном люди не располагают такими большими деньгами Поэтому варианты по 2, по 3, по 4 тысячи долларов автомобиля Я думаю, будут полезны для вас Поэтому ссылочка будет в описании Это первый автомобиль мой в Канаде Я, на самом деле, очень рад Потому как в Украине у меня был Ланос И, на самом деле, если сравнивать Ланос с этим автомобилем Это небо и земля То есть, на самом деле, здесь все намного приятнее Намного тише Все очень плавно переключается На самом деле, просто сказка Как будто машина не за 1000 долларов, а за 10 тысяч долларов Серьезно То есть, тот, кто ездил на обычных автомобилях в Украине Вы здесь сможете позволить себе машину купить более выше класса И вы будете кайфовать от вождения На самом деле, каждый день езжу на ней, кайфую Мне очень нравится на ней передвигаться Поэтому, ребята, автомобили по низу рынка возможно находить Да, это тяжело, да, это нужно время Не думайте, что вы за 2-3 дня найдете То есть, я мониторил Facebook около 3 недель И вылез такой вариант Поэтому имейте это в виду Это потребуется терпение Ваша и усидчивость Да, но это реально То есть, это факт того, что Это доказательство того, что можно найти дешевые автомобили в Канаде Это возможно И еще очень будет большим плюсом Если вы умеете хотя бы немножко ковыряться в автомобилях Фиксить что-то, да, какие-то такие моменты мелкого, мелкого ремонта Не знаю, фара у вас разбилась поменять Или еще что-то Не бойтесь покупать автомобили для старта Для первого автомобиля Машину с какими-то дефектами Внешней части То есть, да, там, бампер где-то погнутый Или, не знаю, ударенный То есть, это абсолютно не важно Это не влияет на ходовые качества Не влияет на то, чтобы вы доезжали до работы И с работы Как для старта, я считаю, это просто идеальный вариант На этом все, ребята Я надеюсь, что это видео было для вас информативным и полезным Как-то я смог вам помочь Также, если я какие-то моменты упустил, не договорил Не стесняйтесь, пишите в комментариях Я всем адекватным людям всегда отвечаю Если же не отвечаю в Ютубе Очень долго, напишите мне в Инстаграм Там я немного чаще бываю И чаще быстрее отвечаю Спасибо вам большое за то, что досмотрели это видео до конца И берегите себя, ребята